Разрешение на разблокировку активов российских граждан в Евроклир и Клирстрим перестало работать. Многие инвесторы и брокеры, как и ожидалось, не получили ответа на свои заявки. Активы остались замороженными. Все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы. В результате чего владельцы иностранных ценных бумаг, российские владельцы иностранных ценных бумаг, не могут эти ценные бумаги продать, не могут получать по ним дивиденды, то есть никак не могут своей собственностью распорядиться. Российским инвесторам заранее поставили несбыточные условия. О том, что вернуть активы до 7 января не получится, говорили сразу. Тормозят не только новогодние и рождественские праздники, но и объем работы. В связи с началом специальной военной операции были введены санкции, и все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы. Сейчас европейскими регуляторами было принято решение сделать исключение для отдельных владельцев. Точнее, было принято решение предоставить возможность отдельным владельцам этих ценных бумаг запросить разрешение на разблокировку. Что дало бы возможность нашим гражданам продать свои ценные бумаги и вывести деньги. По словам эксперта Казанского федерального университета, данная процедура прошения очень сложна. И если европейские регуляторы ее не изменят, не применят какие-то другие регулятивные меры, то все останется как есть. Люди же, вложившие деньги в иностранные ценные бумаги, если не потеряли деньги, по крайней мере потеряли к ним доступ на очень длительное время. Амир Ахтямов, Универньюс.